Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы «Буганформ» в студии Виктория Сащенко. Как всегда, в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Коротко о главном. Этот город – самый лучший город на Земле. Инициативные субботники в областном центре продолжаются. Наведение порядка и благоустройство во всех брестских уголках – дело порядочности каждого неравнодушного брещанина. Накануне Международного дня освобождения узников фашистских лагерей Брестская организация отметила 25-летие со дня образования. «Победим сахарный диабет» – лозунг Всемирного дня здоровья 2016 года. Цикл профилактических акций и тематических встреч в рамках этого мероприятия прошел в областном центре. Мода в зеркале истории эпоха реформации. Гравюры XIX века. Германия. Экспозиция старинных репринтов, демонстрирующих западноевропейские костюмы эпохи реформации, были переданы меценатам в Дармузею города. Об этих и других событиях прямо сейчас. Месячник по благоустройству города Бреста продолжается. В очередное субботнее утро на карте рабочих маршрутов практически десяток точек, расположенных в разных частях областного центра. О том, где в этот раз был наведен порядок, а также почему эти объекты являются столь знаковыми для города над Богом, ответы на эти и многие другие вопросы в сюжете Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Где есть настоящий хозяин, там и порядок. Не раз Брест появлялся в международных рейтингах, как один из самых чистых и красивых городов не только Белоруссии, но и мира. Всё потому, что к своему труду и к труду тех, кто наводит порядок на проспектах и улицах областного центра, брещане относятся с уважением и пониманием. А во время месячника по благоустройству они и сами не прочь поработать топором и лопатой. Ведь каждый из них – житель, а значит и хозяин судьбы своего города. Третьи выходные подряд на различных участках дорог, в парках и скверах не только коммунальники, но и представители вертикали власти, депутаты, инициативная молодёжь. Сегодня один из пунктов – территория Старого парка, известного более как Сад Свободы, на пересечении улицы Ленина и проспекта Машерова. Инициативная группа во главе с мэром города Александром Рогачуком очищала исторически значимую территорию от кустарника и зарослей. Здесь сегодня ещё один элемент работы в городе по его благоустройству. Поэтому депутаты должны быть, если не впереди, то среди работников горисполкома, которые сегодня показывают не только пример отношения к благоустройству города для всех остальных брещан, но и реально делают работу, чтобы наш город был лучше, краше. В архивных документах территория сада упоминается ещё в конце 19 века. По мнению учёных-историков, этот небольшой экологический островок мог принимать под своими сводами таких известных личностей, как Сергей Рахманинов и Антон Деникин. Пока парк закрыт для посетителей, однако всему своё время. Ежегодно мы проводим здесь акцию по расчистке данной территории. Когда-то она была от самого забора, от входа вся в поросли. На сегодняшний день, вы видите, если обратить внимание, туда дальше она ежегодно почищается. Ну и принято было решение, что очищать потихоньку и в дальнейшем, очистить данный парк с последующей какой-то возможной разбивкой дорожек, чтобы люди могли здесь, по крайней мере, пройти, подышать воздухом, то есть сделать такую реакционную зону. В это же время на территории микрорайона Берёзовка от ненужных построек очищали участок недалеко от бывшего магазина «Сити Мартин» представители общественных объединений Ленинского района совместно с военнослужащими внутренних войск и сотрудниками МЧС. После перехода этой земли из дачных угодий в городскую собственность, там всё ещё оставались неснесённые хозяйственные постройки, которые, обрастая мусором и ветками от старых деревьев, создавали неприглядную картину. Поставлена задача тоже, чтобы, скажем, благоустроить ближайшую территорию, как раз вот, чтобы люди могли заехать в наш город и видеть красоты, а не эти хижины, которые здесь находятся. Однако не только в субботние дни брещане благоустраивают территории города. Работа кипит и в будни. В прошлом году на пограничном острове в Брестской крепости были высажены саженцы яблонь. 70 новых деревьев символизировали время, проведённое белорусами под мирным небом. В этом году сад пополнился новыми саженцами. Всегда на чеку и военнослужащие, и биологи. Территория убрана, поддерживается чистота и порядок. Опять-таки отрадно то, что оказывают в этом помощь учащийся школ, гимназий, ну а также университета имени Пушкина. Зиму перезимовали деревья все благополучно. На сегодняшний день символично то, что в канун 75-й годовщины начала Великой Отечественной войны и первых боёв на границе мы вновь собрались на этом острове, чтобы отдать дань памяти погибших воинов, высадка ещё пяти деревьев, которые будут занимать вот эту юбилейную дату, начало тех страшных событий дней. Мы договорились, что наше сотрудничество на этом не закончится, что наши специалисты в центре экологии ещё придут сюда и помогут вот этой уходной работой произвести. Нужно подкормить удобрениями саженцы. Полевых тут есть, организован пограничниками. Дети в прошлый раз не видели Тереспольские ворота с обратной стороны. Для них это был такой родовосторг, что они наконец попали на обратную сторону этого Тереспольского направления. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. На долю этих людей выпали нелёгкие жизненные испытания. Они прошли через лагеря смерти, ощутили на себе жестокость фашистов, видели страшные картины той действительности, о которой сегодня вспоминаются слезами на глазах. Пройдя через ужасы, они смогли справиться с болью и травмами своей судьбы. Дети войны, узники фашизма. Сегодня они, хоть и люди не молодые, однако, живя в мирное время, стараются активно помогать другим. Организации бывших несовершеннолетних узников есть в каждой из областей нашей страны. Бреска в их числе. Её представители ежегодно совместными усилиями реализуют многочисленные проекты, направленные на помощь и социализацию пожилых людей, занимаются разработкой образовательных программ организации «Досуга». Дружный коллектив, в котором всё делается сообща, а главное – с душой, на днях отметил 25-летие Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма по Бресской области. О том, как это было, расскажет София Бережная. Брестская областная организация несовершеннолетних узников фашизма сегодня – это порядка 3000 представителей. В городе Бресте их около 400 человек. Жертвы нацистского режима – это люди, в сердцах которых по-прежнему гремит боль потери, ужасов пережитого и увиденного своими глазами. Это люди, которые рассказывают о событиях далёких военных лет, вспоминают гулы разрывающихся снарядов, отчётливо представляют пепелище сожжённых городов и деревень, пронзительные крики детей и матерей. Они говорят об этом так, словно это было только вчера. Глубоко не зажившая с годами рана отпечаток судьбы, которые не способны стереть годы. Встречаясь вместе в памятные даты и годовщины, они не скрывают волнение, эмоции переполняют. Вот и в этот день 25-летия Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма по Бресской области одолевают смешанные чувства. Им есть, что сказать друг другу, есть, что вспомнить. А главное, у них множество планов на будущее, к осуществлению которых они примутся, как всегда, с большим энтузиазмом. Конечно, все мы уже не те, когда мы пришли работать в нашу организацию. Но я хочу отметить, что вот наш состав-то, наш совет, все мы еще работоспособные, хотя всем уже за 70, а некоторым и 80 лет. И как-то вот этой своей работой, хоть она может еще и недостаточная уже с возрастом, мы сами живем и заставляем жить других. Средний возраст несовершеннолетних узников фашизма в Бресской области 87 лет. Самый старший представитель областной организации перешагнул 90-летний рубеж. Однако годы для них не повод сидеть, сложа руки. Совместными усилиями представители организации реализуют многочисленные проекты, направленные на помощь и социализацию пожилых людей. Они вносят огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи. Мы, вы знаете, мы не сидим без дела. Нет, мы работаем, проводим нормально досок, знаем, мы следим друг за другом. Мы, знаете, такой возраст, как говорится, сегодня ты ходишь, а завтра, увы. Поэтому мы следим друг за другом, помогаем, насколько можем. На юбилейной встрече присутствовали около 20 представителей объединения. В гостях у себя их встречал территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района. В этот день пожелания в адрес активистов не прекращались. Добрые слова Брещанам высказала ответственная секретарь Республиканской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма. Мы последние, ну так сказать, последние жертвы, свидетели войны, хотя мы были еще маленькими, но это последнее крыло военного лихолетия, и на нас большая надежда. Выполняется задача в том плане, что у нас такое рвение есть, скорее нам пожить и скорее передать то, что мы знаем, нашу боль. Мы пишем много книг, воспоминания узников, открываем аллеи славы, памятники, собираемся в школах. Ну, в общем, живем, стараемся нашей жизнью, насколько нам позволяет здоровье, а оптимизмом у нас не занимается. Представители Брестской областной организации общественного объединения Белорусская ассоциация бывших несовершеннолетних узников фашизма не желают останавливаться. Активная деятельность, направленная на помощь пожилым людям, организация досуга пенсионеров в воспитании подрастающего поколения – это лишь заглавные цели. Помимо всего, в планах культурный досуг, в чем они не отстают. В прошлом году бывшие узники побывали на встрече с представителями областных организаций в столице Синеокой. Посетили современный музей Великой Отечественной войны. И это далеко не все. Не молодые, но полные сил энтузиасты строят новые планы. Мы хотели поехать в музей в Минск Отечественной войны. Поехали. Мы хотели ознакомиться с достопримечательностями Белоруссии. Вы знаете, у нас же такие прекрасные места в Белоруссии. Ознакомиться с памятниками, с замками Белоруссии. Мы организовали поездку, мы поехали. Мы хотели по городу Бресту посмотреть, что в городе Бресте делается, как он строится, каковы планы, что сделали нам такую экскурсию. Очень-очень интересно. И вообще, вот что у нас... Вот сейчас мы хотим собраться, у кого есть селенки, посетить наш драматический театр. Сейчас подберем постановку и обязательно пойдем посмотрим. София Бережная, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Но не только вышеназванными мероприятиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. А потому короткий экскурс по событиям, которые мы освещали в эфире ежедневной программы новостей, будет вполне уместен. Акция «Звезда нашей Великой Победы» стартовала в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Пять направлений, условно символизирующих пятиконечную звезду, образ Победы в Великой Отечественной войне, остров Русский, Брест, Архангельск, Севастополь, Дербент – все эти уголки бывшего Советского Союза сегодня вместе в рамках одного большого мероприятия. Через тысячи километров делегации пронесут с собой знамя Победы общей площадью порядка 200 квадратных метров. Весна студенчества – успех. Именно этот девиз стал лозунгом первого в истории университета имени Пушкина Большого молодежного парада. Принять участие в крупномасштабном мероприятии изъявило желание порядка четырех сотен представителей студенческой братьи. Кульминацией праздника стал праздничный концерт с участием молодежных коллективов Пушкинского вуза. Молодежный парад – это одно из мероприятий в большом цикле под названием «Студенческая весна». Каждый год этот праздник приобретает новые яркие краски и нотки и постепенно выходит за рамки вуза. Завершится творческий калейдоскоп 12 апреля. В День здоровья для брещан был подготовлен настоящий праздник с насыщенной спортивной программой «Здоровью – зеленый свет». Под таким названием прошло мероприятие в рамках акции Ленинского района «Образ жизни – здоровье». Праздник здоровья развернулся на стадионе 17-й средней школы. Поучаствовать в мероприятии собралось большое количество детей. Организаторы праздника позаботились о том, чтобы участники с пользой провели время, попробовали себя в разных видах спорта, пообщались с именитыми брестскими спортсменами. На отреставрированном стадионе школы расположилось несколько площадок, в том числе и волонтерский уголок, где добровольцы отряда «Доброе сердце» повязывали участникам зеленой ленточки как символ здоровья. В Бресте успешно стартовала крупномасштабная акция «Спорт против наркотиков. Выбери жизнь». Привлечь молодых людей, склонных к девиантному поведению, к занятиям спортом – именно такую цель ставили перед собой организаторы новой для областного центра профилактической акции. Соревнования по пауэрлифтингу, роллерному спорту, айсштоку и футболу, армрестлингу – и это не полный список того, что ждет брестскую молодежь. В большой программе мероприятий еще большое количество нового и интересного. «Посади свое дерево» – таков призыв экологической акции «Неделя леса», которая по инициативе Министерства лесного хозяйства прошла в Беларуси. Со 2 по 9 апреля представители лесхозов, областных организаций охраны окружающей среды, молодежи и общественности вносили свою лепту в воспроизводство лесов, высаживали деревья, убирали лесной фонд. В этом году акция посвящена 30-летию со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В рамках акции лесной фонд Бреста и Брестской области планируется обновить на 8 миллионов новых деревьев. В память о событиях Чернобыльской катастрофы в регионе будет заложено 18 березовых и смешанных рощ и дубрав. Вы смотрите «Городские новости» на БУК-ТВ. Продолжаем разговор о важном и актуальном. Победим сахарный диабет. Под таким лозунгом на Брещене прошел Всемирный день здоровья. Выбор темы не случайен. Эпидемия сахарного диабета стремительно растет во многих странах. Сегодня так называемой тихой болезнью, шествующей беспощадным маршем, страдают 422 миллиона человек во всем мире. Недуг поражает почти каждого 11-го человека. В областном центре Полесья сахарным диабетом болеют около 7 тысяч человек, в том числе и дети. Поэтому для информированности населения о факторах риска развития тихой эпидемии и их коррекции в городе и области в рамках Дня здоровья были проведены профилактические акции и тематические дни. Сегодня в Беларуси на диспансерном учете состоят около 280 тысяч пациентам с сахарным диабетом. Среди них 7 тысяч страдающих этим заболеванием в Бресте. Именно поэтому в городе акции по выявлению и профилактике диабета уже стали традицией. На этой неделе одна из них прошла в торговом центре «Корона». Измерить давление, вес и уровень сахара в крови пришла и Антонина Пухова. Как оказалось, не зря. Пришла и давление померила. И прям как-то расстроилась, потому что очень большое. Хотя я пила утром таблетки. Очень хорошо, что такие акции проводятся. День здоровья – это всегда хорошо. Дома иногда и не померяешь. А тут вот пришла и очень спасибо вам за эту акцию. Сегодня болезнь стремительно молодеет. Именно поэтому за сахарным диабетом справедливо закрепилось название неинфекционной эпидемии на земном шаре. В списке первых причин недуга – избыточный вес, малоподвижный образ жизни и только потом – так называемые поломки иммунной системы. Все это ведет к серьезным осложнениям, которыми грозен сахарный диабет. Если человек очень плохо относится к своему сахарному диабету, то развивается сосудистое макроосложнение, и диабет их ускоряет. Процессы атеросклероза, повреждения стенок артерии. Сахарный диабет в четыре раза повышает риск сердечно-сосудистых катастроф, инфарктов, инсультов. Сахарный диабет может привести к слепоте, почечной недостаточности. Коснулась проблема сахарного диабета и детей. Статистика упрямо доказывает рост тихой эпидемии в подростковой среде. Причем как неизлечимого первого типа, так и второго. Инсулинозависимым диабетом в городе страдает около 80 юных пациентов. Причем, если два года назад фиксировалось 3-4 случая заболевания, то в прошлом году эта цифра резко выросла до 9. Сегодня эндокринологи видят факторы риска развития сахарного диабета первого типа в следующем. В первую очередь это присутствие, ну, наверное, у нас в рационе питания у детей и младших возрастов. Это много продуктов, содержащих искусственные добавки, много красителей. Также ранний перевод на искусственное вскармливание детей. Обо все, скажем, не только педиатры об этом говорят, также эндокринологи. Также хотелось бы обратиться к родителям, чтобы они учили детей правильно переживать стресс. Потому что часто бывает, родители рассказывают, что вот после, допустим, смерти близкого человека или какого-то потрясения у ребенка развился диабет. Если предупредить детский диабет крайне сложно, поскольку зачастую причина в сбое иммунной системы, то профилактику второго типа проводить необходимо. В первую очередь снизить потребление продуктов с высоким содержанием сахара и бороться с лишним весом. Пациентам с избыточной массой тела и ожирением мы не рекомендуем употреблять в день более 1600 калорий. Второй момент – это активный образ жизни. Человек должен каждый день выполнять физические упражнения и ходить пешком. Не менее одного часа в день он должен уделять именно вот этой вот процедуре ходьбы, или как мы эндокринологи это называем, еду нужно отрабатывать. Еду нужно отрабатывать физической нагрузкой. Если мы не будем шевелиться, двигаться, у нас, к сожалению, будет избыточная масса тела, которая неминуемо ведет к развитию сахарного диабета. Доказано, что снижение массы тела на 5 или 10% от исходной в сочетании с двигательной активностью в 80% случаев приводит либо к облегчению течения этого заболевания, либо вообще к профилактике его развития. Поэтому, вместо того, чтобы уткнуться в монитор компьютера или экран телевизора, лучше потратить свободное время на поход в бассейн, спортзал или на элементарную прогулку на свежем воздухе. Ведь еще древние мудрецы говорили, что движение – это жизнь. Виктория Драгобецкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. К другим темам. Весна радует жителей Брещины теплыми ясными днями. Пока погода благоволит, люди спешат провести время на природе, не упуская возможности развести костры. Дачники же и владельцы частных домовладений приступают к активной уборке придворовых территорий, часто прибегая к сжиганию мусора. В этот период спасатели области особенно бдительны, ведь, как показывает опыт прошлых лет, зачастую недальновидные действия граждан приводят в буквальном смысле к катастрофам. Сотрудники МЧС не устают напоминать. Последствия палов непредсказуемы, а порой и трагичны. А потому каждый должен хорошо подумать, прежде чем приступать к заведомо опасной деятельности. София Бережная продолжит тему. С наступлением теплой погоды, как правило, наступает перед кипучей деятельности дачника, владельцев частных домовладений и работников сельскохозяйственных организаций. То, что большинство из них спешат избавиться от мусора и сухой травы самым простым способом, путем сжигания, неутешительно, однако давно не новость. Из года в год спасатели Брещины борются с проблемой методом предупреждения. На кону судьба людей, их имущество и, конечно, растительности Полевского края. Острота вопроса сохраняется, факты говорят сами за себя. В 2015-м на территории Брещина в пожароопасный период произошло 79 пожаров, в которых погибли 3 человека. Основными причинами стали выжигание сухой растительности, а также нарушение правил безопасности при разведении костров. Картина нынешнего весеннего сезона в области – 21 пожар в экосистемах. По фактам подобным принимаются оперативные мерные реагирования. Также очень активно мы стараемся профилактировать подобные ситуации. В частности, в ходе рейдовых мероприятий на территории Брестской области уже составлено 57 административных протоколов, оштрафовано 57 человек на общую сумму более 14 миллионов рублей. Также ведется активно разъяснительная работа, проинструктированная о мерах пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период более 4 тысяч человек. Спасатели не дремлют, однако не на всех способны оказать должное влияние предупреждения, даже подкрепленной говорящей статистикой. Находятся те, кто осознанно идет на риск, подвергая опасности жилые строения и человеческие жизни. Обстоятельства и причины недавнего возгорания растительности в деревне Николаева Каменецкого района, затронувшего территорию в 3 километра. Человеческая беспечность предполагают спасатели. Первый выезд на место ЧАЭС в довольно спокойном сезоне заставил огнеборцев взять ситуацию под особый контроль. Были приняты меры по тушению, был выделен трактор с плугами для опашки территории, но и также население активно участвовало в тушении пожара, потому что данный участок прилегает к огородам людей, и сухая посушь, скажем так, непосредственно примыкала к очагу возгорания. Были проведены профилактические мероприятия в данном населенном пункте с целью выяснения обстоятельств возникновения данного загорания. Но так как данный участок прилегает к проезжей дороге, возможность неосторожного обращения с огнем, то есть где-то брошенный окурок. За разжигание костров в неустановленных местах в текущем сезоне к административной ответственности уже привлечены два гражданина. В целом ситуация в Каменецком районе стабильна. Профилактическая работа с населением дает свои плоды. Устойчивая ситуация сохраняется на территории Дмитровичского лесничества, что крайне важно. Случайное возгорание на Торфяниках влечет огромную опасность. По Каменецкому району я считаю, что ситуация вполне под контролем. По сравнению с прошлым годом возгораний гораздо и гораздо меньше. Ну, я думаю, что благоприятствовали этому и нормальные погодные условия, и как бы выпадение своевременной осадков, оно своевременно предупреждает это. Но можно сказать, что большая профилактическая работа проведена как охраной природы, так и Каменецким районным отделом по чрезвычайным ситуациям. В тесном контакте работают лесничества района, у нас их три. Работает национальный государственный парк Беловерская пуща в этом направлении сильно. Ситуации, когда огонь вдруг выходит из-под контроля, а пламя в секунду перебрасывается на близлежащие территории и постройки, сложно предугадать. Именно в таких случаях человек бессилен перед огнем, справиться с опасностью способны лишь оперативно вмешавшиеся спасатели. Подразделения МЧС Брестской области в текущем году совершили 17 выездов на тушение пожаров в экосистемах. Они затронули почти 8 гектаров площади. Обратить внимание каждого к проблеме огромной важности невозможно, до тех пор, пока человек самостоятельно не примет для себя решение, что для него важнее – испытывать судьбу или пойти другим путем, безопасным для жизни. София Бережная, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. 18 уникальных гравюр 19 века появились в Музее истории города Бреста. Экспозиция старинных репринтов, демонстрирующих западноевропейские костюмы эпохи реформации, была передана в дар музею в конце прошлого года почетным консулам, руководителям консульского агентства Франции в Бресте Леонидом Стоецким. Сегодня ценители искусства могут познакомиться с коллекцией гравюр неизвестного художника на выставке «Мода в зеркале истории. Эпоха реформации. Гравюры 19 века. Германия», которая открылась в Музее истории города в рамках Года культуры. Подробности в сюжете Виктории Драгобецкой. Мечты сбываются. Эти слова в своем выступлении директор Музея истории города Светлана Стамчук произнесла не случайно. Коллекцию уникальных артефактов музейщики обнаружили еще в прошлом году в Брестском антикварном магазине. Гравюру было решено приобрести, однако в тот момент не хватило средств. Репринты попали в лист ожидания. Как оказалось, ненадолго. Спустя некоторое время музей получил коллекцию в дар от неизвестного мецената, имя которого вскоре удалось узнать. Речь идет о Леониде Стоецком, почетном консуле и руководителе консульского агентства Франции в Бресте. Программа консульства и консульского агентства Франции в Бресте. Я, скажем так, исполнитель как консульского агентства, а исполнитель этой программы. Программа эта задумана давно, чтобы по мере возможности наполнить содержание наш музей, музей города. Потому что он камерный музей, тут люди работают очень достойные, очень, не знаю, как, наверное, по-русски, по-белорусски, самоданные. Поэтому это благодаря их энтузиазму, вот это все происходит. Они оформлены эти работы, они интересны, потому что они на основании работы 16 века, сделаны как бы в 19, в середине 19 века. Это репринт 16 столетия, они были переизданы в 19 столетии, но от этого ценность их не уменьшается ни на сколько. Потому что история костюма и вообще история всего нашего человечества, она так тесно идет рука об руку и переплетается, что, я думаю, эти гравюры, они имеют, конечно же, историческую художественную ценность, но они будут бесконечно интересны тем, кто на самом деле занимается профессионально историей, профессионально исторического костюма, театральным художником, реконструктором исторической одежды. Художник гравюра доподлинно изобразил не только платья, плащи и прически, так популярные в эпоху реформации, но и аксессуары, прописанные с ювелирной точностью, будь то широкий билет или лифт, вышитый жемчугом. Такая скрупулезность автора позволяет сегодня судить не только о высококлассном мастерстве граверов 16 века, но и о моде того времени. Имя мастера неизвестно, но если внимательно приглядеться, на некоторых листах можно заметить его подпись, расположенную в правом нижнем углу или в складках одежды. Сегодня сотрудники музея изучают работы. Не исключено, что в будущем имя автора станет известно. Мы сегодня являемся свидетелями еще одного случая меценатства, которое, мне кажется, в последнее время завоевывает уже свою такую постоянную основу. В прошлом году мы с вами были свидетелями на двух выставках, когда и картины нашего земляка Якова Баглея также увидели свет в нашем городе. И вот сегодняшние гравюры, которые переданы Леонидом Владимировичем в дар музею города Брест, это, конечно, очень-очень важно. В знак благодарности Николай Красовский вручил Леониду Стоецкому торжественный акт хранения экспонатов. По словам Светланы Стамчук, именно в музее культурные ценности приобретают вечную жизнь. Выставка «Мода в зеркале истории. Эпоха реформации» гравюры 19 века Германия будет работать до 10 мая. Виктория Драгобецкая, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу «Бугинформ», и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале «Буг-ТВ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Бугинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте «Буг-ТВ.Биуай». Познавательные, важные и актуальные темы, просмотры заинтересовавших вас сюжетов – все это вы найдете на сайте нашей телекомпании «Буг-ТВ.Биуай». Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дня. Я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. В ближайшие дни в Беларуси сохранится неустойчивая погода. Брещанам воскресный день 10 апреля лучше провести дома. Переменная облачность, кратковременный дождь и северный ветер не располагают к прогулкам. Но будет тепло, столбики термометров покажут 9-11 градусов тепла в ночные часы и до 14 прогреется воздух днем. Начало недели не привнесет каких-либо изменений в погоду в Бресте. Будет дождливо и сыро, немного ветрено. Такой расклад принесет малоподвижный фронтальный раздел. Минимальная температура в ночные часы составит плюс 8-10 градусов. Максимально днем воздух прогреется до 13 градусов. По предварительным прогнозам синоптиков, такая неустойчивая погода продержится еще в течение нескольких дней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова